Итоги уходящей пятницы В Могилевской области подвели итоги прошлого года. На каком счету Бобруйск? Горячий холодец. Почувствовали, что запах неприятный какой-то. На Горького случился пожар в многоэтажке. Есть ли пострадавшие? Природный эликсир. Бобруйский лесхоз приступил к массовой заготовке березового сока. Цена за 1 литр всего 22 копейки. А также новый законопроект «Топ-продаж и берегите детей». В Беларуси стартовала республиканская акция, на что сделан акцент. По заслугам и награды в Могилеве прошло торжественное подведение итогов социально-экономического развития области за 2020-е. В основных отраслях экономики при Днепровскому краю удалось достигнуть положительной динамики. Темп роста валового регионального продукта составил 100,9%. При этом обеспечено первое место среди областей республики промышленный комплекс продемонстрировал темп роста 103,4%, что позволило решить важнейшую задачу – сохранить бесперебойную работу предприятия и не допустить сокращения. Во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса Могилевской области прослеживается динамика развития и сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли. И должен отметить, что по некоторым направлениям Могилевская область за лидирующие позиции. Это отмечено наградами Министерства здравоохранения, потребокоперации, жилищно-коммунального хозяйства, Министерства архитектуры и строительства. Каждый гражданин Могилевской области внес свой знаковый след в развитии экономики Приднепровского края. Председатель обл. исполкома вручил заслуженные награды обладателям почетного звания «Человек года Могилевщины». Среди них директор Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов Владимир Кисель и швеяславянки Ольга Кримова. Честовали и лучшие по итогам прошлого года предприятия организации региона. Их занесут на областную доску почета. Вы к числе бобруйские передовики, заводы биотехнологий и растительных масел, промторг и БЦБ. Союзному государству 25. 2 апреля 1996-го стало знаковым для Белоруссии и России. Дата превратилась в настоящий праздник – День единения народов двух стран. Культура, экономика, спорт, оборона, тесная интеграция во всех сферах. О цифрах, подарках и не только. В нашем следующем материале. 2 апреля 1996-го. Пока многие постсоветские страны приходят в себя после развала СССР, Белоруссия и Россия решают вместе двигаться дальше. В Кремле, как позже скажут специалисты, подписывается исторический документ. Договор об образовании и сообществе двух государств. Интеграция с сохранением суверенитета. А еще через год заключают договор о Союзе. Скептики разводят руками. В кулуарах звучит один вопрос – зачем? Но, как известно, большое видится на расстоянии. Сегодня союзники реализуют множество проектов. Строительство, промышленность, оборона, спорт, культура, контракты на миллиарды долларов. Например, накануне праздника в Минске подписывают соглашение о создании Российско-Белорусского института новых технологий. Речь в первую очередь об инженера-конструкторах. Они займутся разработкой высокотехнологичных материалов. Сейчас в УЗах обсуждают программу и продолжительность обучения, прохождение практики, а также обмен преподавателями. Предварительно первых студентов начнут набирать уже со следующего года. Поважанные сябры, примите веншаванье от жихаров старожитного города Мурома с днем яднанья России и Беларуси. Жадаем моцного здоровья, поспехов у праце, разностайности життёвой, добробыту и больше радостных дён. Но дружбу ведь не измерить никакими деньгами. Так, например, у Бобруйска целых 8 городов-побратимов, большая часть из которых приходится на Россию. Расстояние пандемии не помеха. Поздравления переходят в онлайн-формат. Я желаю вам мира, успехов, здоровья, благополучия, в том числе и в борьбе с коронавирусом, который сегодня по-прежнему ещё гушует по планете. Но благодаря всё же нашим активным действиям и здесь, я думаю, мы с вами наведём порядок. Бобруйск с размахом отмечает День единения двух народов. Кульминацией становится большой праздничный концерт во Дворце искусства. Пусть интеграция уже четверть века. Союзники продолжают укреплять и развивать сотрудничество. За годы дружбы 2 апреля из праздника превратилась в настоящий символ близости двух народов – культурной и духовной. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Утренний переполох. На Максима Горького сегодня эвакуировали жильцов 37-го дома. Причиной стала пылающая квартира. На место ЧП выехала наша съёмочная группа. Для жителей многоэтажки на улице Максима Горького это утро началось с низкофе. Загорелась одна из квартир. Спасатели эвакуировали жильцов первого подъезда. Двор перед 37-м домом заполнен как никогда. Вместо привычных иномарок вдоль подъезда припарковались пожарные машины. На ловочках рядом с бабушками молодёжь и люди среднего возраста. Привезти этот день, наблюдая за работой спасателей, кажется, никто не планировал. На номер 112 позвонила соседка Погорелицы. Почувствовала запах жареного. Мы сидели спокойно дома, пили кофе там, ну, завтракали, как обычно. Раздался стук в дверь. Сразу не поняли, что случилось. Потом почувствовали, что запах неприятный какой-то. Ну, с супругой быстро оделись, выскочили на улицу. Смотрим, что людей всех быстренько выводят. Беда случилась. Пожилой человек пострадал. Машины пожарной службы и скорая не заставили себя долго ждать. Пожар ликвидирован, жизнь спасена. Помощь пожилой даме медики оказали. По словам очевидцев, у неё уже круги. В госпитализации пострадавшая не нуждалась. Причину ЧП сейчас предстоит выяснить специалистам. Однако соседи сообщили, до вызова огнеборцев хозяйка сгоревшей квартиры готовила холодец. Возможно, оставленная без присмотра плита и стала поводом утреннего переполоха. Виктория Полевко, Максим Галёнко, Бобруйск, 360. Массовые мероприятия, полевые работы и транспорт на праздники. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на Пасху и Радуницу. В каких направлениях? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В 2020-м Беларусь поставила в РФ молоко и молочную продукцию. Беларусь поставила продукцию более чем на 2 миллиарда долларов. На втором месте среди наиболее востребованных белорусских продуктов мясо. Автомобили, тракторы и седельные тягачи также вошли в топ-продаж. Сельхозорганизации ускоряют темпы и объемы весенних полевых работ. На сегодня уже засеяно более 9% ранних яровых. Аграрии работают буквально круглосуточно. Способствует и стабильно теплая погода в ночное время, а также использованию систем навигации. После сева ранних культур аграрии приступят к кукурузе. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на Пасху и Радуницу. В частности, увеличат количество рейсов по следующим направлениям. Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Гродно, Минск-Пинск. Более подробная информация на официальном сайте переводчика. В Беларуси стартовала республиканская акция «Берегите детей». До 9 апреля сотрудники ГАИ будут напоминать о профилактике дорожного травматизма. С начала 2021-го на дорогах страны были травмированы 58 несовершеннолетних, 5 детей погибли. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1651 пациент с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 324 694 человека. Президент подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от COVID-19. Документом предусмотрены выполнения в 2021-2023 годах в Минздравом и Национальной академии наук комплексы мероприятий по созданию соответствующего препарата. В частности, определены организации и исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования, сроки проведения доклинических и клинических испытаний. Витамины коктейль. Бобруйский лесос начал массовую заготовку березового сока. Ежесуточно с одного дерева можно получить один литр. Это норма. За процессом сбора наблюдала Ольга Васенда. На этой аллее в деревне Букино только за пять дней добыли свыше двух тонн природного эликсира. Собранный по капельке сок даже не успевают отправить на переработку. Раскупают люди. Запасаться березовым напитком, кстати, можно совершенно бесплатно, если не нарушат закон. Сперва необходимо обратиться в лесничество. Деревья должны быть диаметром от 20 сантиметров. От этого зависит количество подсечек на нем. Подсечки делаются буровым в глубину от одного до трех сантиметров без учета коры. Диаметром больше 26 сантиметров можно деревья подсачивать. Две подсечки можно вставить и более. На расстоянии 10-15 сантиметров одна от одной. Березовый сок – средство от многих болезней. В состав сладкого напитка входят ферменты, витамины В6 и В12, а также микро- и макроэлементы. Плюс ко всему свежий природный фреш – тонизирующее и общеукрепляющее средство. Избавляют от усталости и сонливости. Полезен для всей семьи. Стоимость при этом символическая. Цена за один литр всего 22 копейки, а штраф за самовольство до 17,5 тысяч рублей. Стоит ли пренебрегать правилами – решать вам. Мы лишь напоминаем, что везде установлены фотоловушки. Остаться незамеченными практически нереально. Охлажденного напитка в нынешнем сезоне планируют собрать больше, чем в прошлом. Этому поспособствовала стабильная погода. Лесхозы Могилевской области делают ставку на 2,5 тысячи тонн. Места заготовки определяют так, чтобы они находились ближе к черте населенного пункта. И жителям было проще добраться до сочных делянок. В этом году планируется собрать около 300 тонн березового сока. Практически в три раза больше, чем в том году. Сбор березового напитка продлится еще как минимум две недели. Все будет зависеть от температуры за окном. Резкое потепление может сократить движение даров природы. Ну а любителям насладиться витаминным коктейлем в любую пору года пришло время доставать банки, крышки и закаточную машинку. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин